В итоге это все лежит, гниет. Поэтому вот некоторые подделывают вот эту историю свою. Там опасности в плане нарушения закона. Всем привет, меня зовут Ваня. Меня зовут Юля. В этом выпуске мы хотим все-таки наконец-то показать вам нашу квартиру. Как мы ее снимали, вы многие очень спрашивали и у меня в инстаграме, и у Юли в инстаграме, и в комментариях на ютюбе. Так что покажем нашу квартиру, как мы ее снимали и где мы сейчас живем. Погнали! Наша квартира, это здесь очень много такого жилья модельного типа. Это аппарк, это называется наша квартира. Вот на втором этаже находится. И прямо вот здесь наше парковочное место. То есть паркуешься, это в общем-то удобно, и сразу поднимаешься. Здесь есть такая лужайка, где можно погулять с собакой. И, хоть это и запрещено, но мы сюда ее выпускаем побегать. С соседкой. Ну что, пойдем? Посмотрим. С виду, конечно, это все не лакшери, но внутри очень даже уютно. Привет, Юля. Алиса, поздоровайся. Лиза, тут у нас. В общем, мы заходим, мы туда попадаем, так называемый living room, гостиной. По-русски. Здесь у нас зерно-уддыха. Диван, шторный, столик. Здесь мое рабочее место. Я снимаю какие-то видео по макияжу, крашусь, потому что напротив окна. Здесь немного такие несуразные у нас окна. Странного размера. И мы решили вот повесить, мы решили повесить шторы, как бы удлинить немножко пространство. Дальше здесь же у нас идет, получается, обеденная зона. Стол. Пожалуйста. И кухня. Кухня небольшая, но в целом все новое, все после ремонта. Абсолютно новая плита, что в Америке, конечно, мы уже привыкли, но надо рассказать, потому что все большое. Мы когда пришли, очень нас впечатлила эта огромная плита. А сейчас она мне уже кажется обычной, но я помню свое первое впечатление. А духовка тоже на самом деле огромная. Там мы храним посуду. Вот. Умывальник. Он тоже большой. И что мне мега нравится, вот этот кран, который переключается, можно все помыть. Очень прикольно, очень все удобно. Холодильник, он тоже здоровый. Но он здоровый, да. То есть, как бы тоже такой достаточно много места. И все равно, кстати, его не хватает. Хоть кошка, там рыба лежит, она пытается залезть. И все равно все время не хватает места, хоть он не такой огромный. Но на самом деле удобно. Тут готовишь, тут что-то моешь. А, что самое прикольное, у нас есть выход. Здесь тоже второй выход, прямо на улицу. Мы вот вчера жарили стейки на грильной сковородке. Очень много дыма, а вытяжки здесь у всех почти... Они как-то странно работают. И, в общем, прямо открываешь двери на улицу. Но сейчас у нас кошка, мы не будем показывать. Открываешь прямо на улицу и готовишь. Как на даче. Да, нам понравилось, что здесь в целом... Не убрал, рисовался. Что здесь белые стены. Это в целом здесь чаще всего так издают. Своё жилье с белыми стенами. Это классно. Ты можешь как-то обустроить интерьер как хочешь. Дальше проходит здесь у нас спальня. Она достаточно небольшая. Вот кровать у нас занимает всё место. Телевизор. Такой как акцент с тумбой. Мы когда сюда заезжали, тут мебели не было совсем. Чаще всего здесь так издаётся. Жильё пустое. И нам очень повезло. Нам большую часть мебели отдали наши родственники. Спасибо им большое. Друзья, родственники. Можно так сказать. А так чаще всего люди всё покупают. Здесь маркетплейс. Маркетплейс на футбе. Офер апп есть приложение. И маркетплейс на фейсбуке. Это как российский авито. То есть здесь с собой мебель люди не возят. Если они переезжают из квартиры в квартиры. Или из штата в штат. Они всё продают здесь. Уезжают. И там также всё покупают. Вот как сделали наши друзья, например. Которые сейчас переезжали. Это очень удобно. А здесь ещё у нас есть кладовая. Что, в общем-то, удобно. Ну, здесь всякие ваниные инструменты. Ну, кладовка. Она и есть кладовка. Какие-то рыбацкие штуки. Всё, чему пользуемся нерегулярно. Здесь ванны. Здесь тоже всё было после ремонта. Что не может не радовать. Ван! Ванечка! Американские ванны, да. Они всё очень низкие. Ну, это тоже. Это вот. Просто к этому надо привыкнуть. Вначале было как-то странно. Как будто какая-то детская. Ну, так и есть. Вот окно есть ванной. Душ ванны сегодня поменял. Потому что везде Америки. Вот эти просто лейки. Ну, как он называется? Верхний душ. Наверное, да. И, ну, например, чтобы мыть собаку. Мне было крайне неудобно. Да и сама я тоже люблю. На самом деле, мне привычные. Вот таким нашим классическим душам. Ну, вот Ваня сегодня установил. Ещё не пробовали. Здесь у нас зона... Шуль, сидеть. Сидеть. У улицы. У улицы. Кошачий патруль. Единственный косяк, что у нас здесь нету дверей. Почему-то. То есть, она была. Её здесь сняли. От неё есть петли. Вот. Ну, нам не хочется заморачиваться. В целом, нам осталось не так здесь долго жить. Мы всё думали что-то повесить. Но пока так ничего и не сделали. То, что нам очень повезло, то, что у нас есть и стиралка, и сушилка прямо в апартаментах. Потому что это редкость. Не во всех билдингах можно устанавливать. Чаще всего это на этаже лаундры, да, в билдинг. И ты ходишь в террасу. На каждом этаже есть несколько там стоит стиральных машин. И сразу сушилок. Сейчас заодно покажем вам наш райончик, где мы живём. И расскажем по ходу движения, как же мы искали нашу квартиру. То есть вот выход из нашего дома. И вот такой у нас район. Здесь, конечно, не очень такой себе вид. Но это огромное манговое дерево. Здесь Юля собирала манго. И даже... Нет? Нет. Ты же мне говорила, что я её находила. Ну, они валялись. Ну, блин, да вот зачем? Ну, как бы, ну, окей. Ладно, вырежем это. Вот наш район. Так, вот выходим. И здесь вот такая вот улочка. И тут начинаются уже частные дома обычные. То есть здесь ещё, здесь ещё тоже апартаменты. Вот. А тут вот уже... Там у нас магазин есть 7-Eleven. Там большая лаундри. Такая коэнлаундри называется. Под четверцаками нужно рассчитываться. Там долларок 25 или доллар 50 это стоит. И доллар, да, по-моему, полтора доллара стоит стирка. И полтора доллара стоит сушилка. Вот. Искали мы квартиру где-то, наверное, в районе двух месяцев. Цель, как только мы приехали, мы приехали 21 апреля, мы приехали в Штаты. И 24-го мы приехали уже непосредственно в Майами. Вот. И начали искать квартиру. Мы здесь всё гуляем. Кстати, почему-то не убирают. Вот последние несколько дней. Вообще тут всегда всё очень чистенько. То есть вот как здесь. Ну вот они постригли все эти ветки. И будут скоро вывозить, да, всё это. Два месяца искали. Искали мы на приложениях Zillow, OfferUp, Craig's List. Это такое прям газетного типа сайт объявлений от собственников. Потом группы в Фейсбуке и группы в Телеграме. Группы в Телеграме, группы в Фейсбуке и Marketplace на Фейсбуке. В итоге мы нашли... Где вы нашли? У нас в итоге несколько вариантов. Ну мы с риэлтором работали. Да, мы работали с двумя риэлторами сразу. И одна из них была Каролина, девушка из Кишинева, Молдавии. Спасибо им огромное. Она на самом деле нам очень помогла. Она долго с нами возгвозилась. Да, да. То есть вот у нас возле дома есть тоже огромная свалка. Сейчас машина проедет. Все вывозят, просто выносят. Здесь нету как таковых вот помоек и некуда утилизировать вообще мебель. То есть ты либо вызываешь службу какую-то, чтобы утилизировать, но это дорого стоит. Поэтому всем неохота и люди выставляют просто на улицу. Ну типа кто-нибудь заберет, но вообще-то это не вывозят. То есть и оно здесь вот будет лежать. Да, это лежит здесь очень-очень долго. То есть в надежде, что кто-то заберет, наверное, это оставляется. Но в итоге это все лежит, гниет и так далее. То есть, ну да, мебель не вывозят. Но кто-то забирает чаще всего на самом деле. Да, нам и друзья пытались помочь найти квартиру. Было предложение Beach Place Park. Ну это такое название комьюнити. Это на Санни Айлс, только на другой стороне. Не на сторонняке, а на просто через дорогу. То есть там стоило 2150 долларов в месяц за квартиру. Но нужно было показать на своем счету. То есть нужно было заплатить за первый месяц, за последний месяц и депозит один месяц. То есть, грубо говоря, за три месяца. Вот. И нужно было показать выписку из банковского счета о том, что есть на счету сумма за год аренды. То есть, там порядка 24-25 тысяч нужно было, чтобы было на счету. Вот. У нас, к сожалению, столько не было. Вот. Поэтому это был не наш вариант. Хотя говорят, что очень многие подделывают вот эти вот банк-стейтменты, то есть просто выпуски и их, и их якобы никто не проверяет. Ну то есть у них нет на это прав у риэлторов и у менеджмента всяких комьюнити и билдингов у них нет прав проверить этот стейтмент. Но это такая вот бюрократическая система, то есть они обязаны эту бумажку у тебя посмотреть. Да, вот, собственно, очередная свалка. Кто-то просто. Принтеры, там что-то, какие-то матрасы и так далее, стеллажи, все это древнее, мусор. А так в основном, конечно, идеальные газоны, как и везде во всей Америке, чистота. И вот у нас подвернулся вариант. А, у нас был, мы почти чуть не заехали в очень стрёмный район. Это было тоже, это был Холлендейл, но это было за... Голливуд, мне кажется, да. Ну или, да, или Голливуд. Смежный район. Да, да, то есть где-то, где-то тут в нашем районе, но это было за 95-й за хайвеем. То есть здесь разделение так, первая линия от океана, потом дальше от первой линии до US-1. US-1 это такая, ну, дорога вдоль океана, она идет от, наверное, от Форт Лоттердейла до самого Майами. То есть она идет параллельно, параллельно хайвею. Ну такая, городского, городского типа, типа бульвар. Вот. И вот от океана до US-1 это одна цена между US-1 и 95-й. Это уже такой еще более бедней район. И за 95-й там уже начинается такой криминал. Там живут в основном латиносы, черные. И там уже проблемы с охраной. И с чистотой. Да, с чистотой, с освещением очень большие проблемы. То есть там, в принципе, достаточно темно. И с безопасностью там очень большие проблемы на самом деле. Да, вот такие домики. Тут у нас рядышком соседи. Все чистенькое, аккуратное. Очень ухоженные домики. Теслы. Пикапы, естественно. Причем, да, домики очень простенькие, но при этом стоит какая-то хорошая машина. Да, это в Майами. А в других... Наоборот, в штатах. А в других штатах, да, северно там наоборот. Там люди ездят на очень простых машинах, но живут в очень крутых домах. То есть здесь вот тоже у людей. Ну, здесь, видимо, ремонт просто. Ну, они хотя бы у себя под навесом. Вот. И мы нашли квартиру. То есть мы хотели уложиться, естественно, в минимальный бюджет. Вот. Что было не так просто. Потому что, когда мы приехали, цены начали просто расти. И, не знаю, там, каждые две недели они там повышались и повышались и повышались. Я сейчас вспоминаю. И теперь уже вот мы перестроились. Теперь кажется смешным. Мы хотели уложиться в полторы тысячи долларов. И нам казалось тогда две, что это дорого. И я такая думаю, ну, сейчас сняли наши знакомые квартиру, которую у нас была возможность тоже снять на тот момент. Но нам тогда показалось, что две тысячи – это очень дорого. Ну, потому что мы не работали, у нас еще не было денег. Ну, и мы еще не перестроились вот на эти цены. Плюс все наши друзья же, которые по старым контрактам жили в этом же, например, здании, снимали за 1200, потому что у них контракт там уже несколько лет. Мы как раз приехали в пик. И то есть нам друзья говорят, да, в этом билдинге не может столько стоить, это дорого и так далее. Ну, мы их, в общем-то, и поэтому мы не сняли. Да, а теперь это уже не кажется чем-то большим, 2000 долларов, потому что в целом нормальное жилье, да, где-то начинается в районе трех. Вот так, чтобы это было. Ну, это уже, это уже 2-бэдром. Нет, даже 1-бэдром. Ну, то есть, смотри, если это хорошее… Ну, 1-бэдром за 3000 это будет где-нибудь уже… Это может быть даже на берегу. Да, 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 или на берегу. Да, в хорошем районе, то есть с бассейном, с парковкой, с паркингом. Вот, то есть в целом, конечно, если, ну, хочется прям комфортно, с бассейном, с паркингом, то это, ну, минимум от 2-500, но все-таки ближе к 3-м. Да, ну и когда мы искали очень важную информацию, собственно, когда мы искали квартиру, естественно, все спрашивали один и тот же вопрос. What about credit score? То есть, ну, есть ли у нас кредитная история? У нас никаких документов не было еще на тот момент. То есть, у нас была только форма А-94 и… А, ну и права мы получили. Айди местный. То есть, это, собственно, это было… Это все документы, которые у нас были. И никакой кредитной истории, естественно, у нас не было. Вот. И поэтому… То есть, мы нашли тот вариант, который за 95-й, там, по-моему, по полторы тысячи долларов стоила квартира. Там она гораздо меньше, чем наша сейчас, в которой мы живем. Вот. Ну, там нужно было… Да, примет от такого же плана, только там первый этаж был. А, там всего одноэтажный был билдинг. Да. Вот. И там нужно было заплатить за первый, за второй и один депозит. То есть, за три месяца. Наша квартира стоит 1750 долларов. Мы платим. Плюс свет у нас получается где-то 120-140 долларов. Ну, потому что лето и кондиционеры просто вообще никогда не выключались. То есть, если на ночь мы там сейчас уже попросладнее, сегодня ночью было в районе 17 градусов тепла. Вот. И нам пришлось заплатить за пять месяцев. То есть, мы заплатили за первый месяц, за второй, за последний и два депозита. Потому что… Нам очень долго согласовывали эту квартиру. Да, на эту квартиру было несколько претендентов. Вот. И спасибо Каролине, которая нам помогла. Она нас там как-то защищала, отстаивала наши интересы, защищала нас. И еще даже они хотели 1800, она нам еще 50 долларов сторговала немножко за счет того, что мы заплатили за пять месяцев. Вот. То есть, без документов, да, к сожалению. То есть, если был бы кредитскорд, то ты плачешь первый месяц и один депозит. И все. То есть, там ты даже за последний месяц не платишь. В общем, вариантов, когда ты приехал без документов, снять жилье. Вот наши друзья сейчас тоже очень долго искали. Наверное, два месяца тоже, чтобы, ну, они уже хотели переезжать в хороший билдинг. Суть в том, что, да, либо нужны все документы и хороший кредитскорд, чтобы снять хорошую квартиру, которая именно тебе нравится. Либо нужна большая сумма, нужно предоставить им подтверждение, да, твоих доходов. За последние сколько-то месяцев. И сумма должна быть не менее, там, я не помню. Она должна, по-моему, превышать в три раза, ну, аренную стоимость за месяц. Ну, чтобы заработок, в общем, у тебя был. По-разному, да, 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 да. Да, там не меньше, грубо говоря, шести долларов в месяц, чтобы ты получал. А мы только приехали. У нас этой всей истории на банковских картах не было. На тот момент мы еще и карту не могли открыть. Там несколько недель искали, какой банк нам откроет. Поэтому, да. Поэтому вот некоторые подделывают вот эту историю свою. Можно об этом рассказать или нет, не знаю. Но потому что как? Потому что жить где-то надо. Ну, да, нам говорили, что такое люди практикуют. То есть мы не решились этого делать. Мы решили, что мы будем делать все по-правильному. Мы не подвергать себя никакой там опасности в плане нарушения закона. И потому что, ну, мы и так здесь... Мы хотим легализоваться по-нормальному, по-человечески, чтобы жить. А здесь можно жить, соблюдая все законы. И все будет хорошо. Плюс у нас еще была собака, что усложняло нам поиск квартиры. Помимо отсутствия документов и кредит-спор у нас еще собака. Да, но потом оказалось, что нам риэлторы точно так же многие говорят, что просто не говорите о том, что у вас есть собака. Для нас это, конечно. Да, для нас это было немножко дико. То есть они говорят, ну, то есть вы получаете справку, она, по-моему, стоит около 150 долларов. Идете к психологу или там к кому-то, к какому-то врачу, говорите, что собака... Да, собака это ваш друг и это ваш mental friend, так называемый. Emotional support dog называется. Да, да, да. И если у тебя есть эта справка, что... То ты даже можешь с собакой лететь в самолете в салоне. То есть по Америке ты можешь летать, да, неважно. То есть мы всегда думали, как же вот эти вот там всякие видео и фотографии, где люди с лабрадорами, с огромными ретриверами летят в салоне самолета, да. А это только потому, что есть вот эта вот справка, emotional support. То есть это такое. Они здесь называют это my mental friend. То есть они говорят, что я... То есть собака им повышает настроение, а без собаки у них, наоборот, там плохое самочувствие, как психологическое, так и физическое. И все, и вопросов просто... Ну все, вопрос закрыт. Мы пока такую справку не сделали, но я думаю, что когда у нас этот контракт закончится, и перед следующим мы обязательно сделаем... Ну, сделаем, в общем. Когда собираемся куда-то лететь, или перед следующим контрактом, чтобы уже заехать в то место, которое нам понравится. Наверное, все. Пишите в комментариях, если есть какие-то вопросы, с удовольствием ответим. И подписывайтесь, конечно, на наш канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok